Эй! 50 оттенков серого. Книга, о которой все говорят шепотом. Мировой бестселлер. И несмотря на ограничение 18+, ее прочитали почти все мои ровесники. Мания 50 оттенков настолько заинтриговала меня, что я решила сама посмотреть, почему эта книга так сильно зацепила всеобщее внимание. Абсолютно обыкновенная студентка Анастейжи Стил встречается с супер-мега-привлекательным бизнесменом Кристианом Греем. И тут понеслось. Я больше всего не понимаю, почему эта книга так притягивает. Вроде бы в нее нет ничего интересного, но почему-то каждый раз к ней возвращаешься снова и снова. А потом еще две следующие книги покупаешь. А когда советуешь ее друзьям, они так сопротивляются. Ты считаешь эту пошлость? А потом, когда наконец-то их уговариваешь, сюжет книги преследует тебя еще несколько недель. А не пошли, что у них будут эти? Все-таки я уверена, что эта книга была просто напрасной тратой времени. Ее мораль заключается в том, что нужно перестать думать мозгами, начать слушать сердце и завязать хардкор отношения а-ля Кристиан Грей. И мне даже страшно думать о том, насколько безбашенным нужно быть, чтобы записать свои сексуальные фантазии и отдать на публикацию. Ведь сейчас фантазия автора читает весь мир. Хотя, раз книга стала бестселлером, наверное, этим можно гордиться. Пока!